Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?» Я ведущий Виталий Третьяков. В последние годы уже очень популярная, часто употребляемая аббревиатура BRICS расшифровывающаяся как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка вошла в международный обиход. Но дело не в том, что немногие представляют, что за этим скрывается, кроме как суммы этих стран как таковых. Немногие, во всяком случае, я так ощущаю, понимают, насколько это серьезно и насколько это перспективно. В конечном итоге можно любой на бумаге союза образовать. Какую роль в дальнейшем будет играть в международных отношениях, не совсем понятно. Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. В связи с тем, что, в частности, здесь за этим столом присутствуют два соавтора из коллектива авторов, которые выпустили совсем недавно книгу, в которой BRICS приписывается роль движшей силы будущей конвергенции. Тема передачи страны BRICS, продуктивная модель глобальной конвергенции. Но сначала давайте о субтоэкономических успехах и о реальности BRICS как экономического союза. Ну, хорошо, но будут они производить больше, чем вот эти страны, включающие в себя большую семерку. Но это означает, что новая ситуация в экономике мировой, перемещение действительно экономического центра мира туда, а куда туда, потому что BRICS же он разбросан по всей планете, он не только там в Юго-Восточной Азии, как раньше говорили. Вот насколько новая эта ситуация, Адей Витальевич, давайте по кругу с вас начнем. Ну, действительно, это в высокой степени связано со сменой тенденции к великой дивергенции, продолжавшейся, в принципе, до начала 70-х годов, прошлого века, на тенденцию к великой конвергенции, начавшейся где-то лет 20 назад уже достаточно определенной. между этим был такой некоторый переходный период. Ну, действительно, происходит в высокой степени реконфигурация мир-системы, ну, и процесс-то в высшей степени закономерный, можно объяснять, почему вот в течение почти 200 лет устойчиво сначала рос разрыв между Западом, скажем так, и не Западом, и почему вот последние десятилетия он так же устойчиво, закономерно сокращается. Да, Аскар Акадьевич. Я так же присоединяюсь к тому, что это закономерный процесс, действительно, если мы обратим взоры на последние 30-летия, то шла очень успешная модернизация, прежде всего, китайской экономики, индийской экономики, экономики Бразилии, начиная с 90-х годов. Ну, и у нас в России все-таки это переход от плановой социалистической экономики к рыночной, это, в общем-то, первый шаг, первый шаг большой модернизации. Поэтому я верю, что страны БРИКС, это, в общем-то, они показывают курс на новую экономику 21 века. Я бы хотел подхватить тезис господина Каратаева по поводу того, что до, может быть, там, конца 70-х, середины 70-х годов, все время увеличивался разрыв между странами евроатлантической цивилизации и остальным миром, и вообще иногда тогда казалось, что так будет навсегда, что китайцы будут делать тапочки и теннисные мячи, и этим все ограничится. Но потом произошла глобализация и сыграла в каком-то смысле злую шутку с развитыми странами. Я это называю процессом бумеранг-глобализации. Когда вот эта либеральная парадигма победила в мире, что перегородки надо уничтожать между международами, то есть имеется в виду товары, люди, деньги должны курсировать спокойно между собой, отменять надо всякие тарифы. И надо сказать, что страны третьего мира, особенно вот БРИКС, они воспользовались этим обстоятельством и перестали делать только тапочки и теннисные мячи, а стали делать такую же продукцию, как и развитые страны, только намного дешевле. Хорошо, и как, Давид? Ну, я по традиции начинаю со споров с теми, кто видит в БРИКС... Это очень хорошо. Да, БРИКС и только экономику. Если бы это был экономический союз, мы бы, наверное, не сидели сейчас, не обсуждали. Вопрос экономических союзов много. А БРИКС – это страны, которые, в общем-то, на 100% не настолько тяготеют друг к другу экономически, чтобы эти силы глобальной экономики сводили вместе. БРИКС – это все-таки проект, с моей точки зрения, политический, проект политических элит этих стран для того, чтобы создать некую общность, общую платформу и с этой платформы попытаться установить более выгодный для этих стран и экономик этих стран и политических режимов этих стран мировой порядок. Вот в чем дело. И поэтому говорить чисто с экономической точки зрения, что БРИКС может существовать или противостоять индустриальным странам, по-моему, не очень корректно. Ну, будем откровенны. БРИКС мировой экономики – это, ну, если сравнить с компанией или предприятием, это, знаете, что это котельная, это сборочный цех, это огород, а бухгалтерия, дирекция все-таки совсем в другом месте находится. И это надо понимать, что даже тот же успех Китая, он основан на том, что производства, которые там находятся, они созданы, ну, как говорили в школе, западным капиталом, монополиями. И контрольные рычаги именно у западных компаний. И поэтому БРИКС, надо воспринимать, с моей точки зрения, в первую очередь, как союз политический, но он меняет глобальную экономику. И вопрос о конвергенции, то есть о том, примет ли Запад вот эти новые условия игры, зависит в первую очередь от Запада. Если возобладают, как говорится, силы политической мудрости, то да, Запад поделится влиянием, поделится, так сказать, глобальной властью, и примет те условия игры, достаточно справедливые для всех, которые предлагает БРИКС. Философия, которую еще пока не предлагает, но должен предложить БРИКС. Если же Запад будет пытаться отчаянно сохранить свои позиции и идти на меры по ограничению влияния БРИКС, что, к сожалению, мы видим, то, в общем-то, может кончиться новым противостоянием, а не конвергенцией. Да, Владимир Юрьевич. Я бы хотел поддержать тезис о том, что это не только экономическое объединение, и обратить внимание на политическую сторону дела. Как внутри стран-членов БРИКС, так и в их роли на международной арене. Внутри это страны, которые проводят очень сильную социальную политику. Это страны, которые выходят из вековой отсталости разными темпами, но, тем не менее, это общая тенденция. Это то, что обеспечивает их правительством поддержку основной массы населения. И дает им возможность, этим правительством, говорить от имени своих народов на международной арене. Очень часто позиции этих стран, всех стран БРИКС, совпадают. Очень часто они объединяются в своем стремлении проводить именно независимую политику на международной арене. И если не заявлено прямо противостояние со старыми странами, с американцами, с Западом, то, по крайней мере, есть и заявлено об этом, есть желание, чтобы голос этих стран звучал на международной арене. И это, конечно, будет влиять на международные экономические отношения, конечно, но БРИКС – это объединение, которое будет сильно влиять и в социальном, и в политическом, и, естественно, в экономическом плане, на то, что будет происходить в мире в нашем столетии. – Хорошо. Ну, давайте сначала послушаем тех, кто вдохновлен экономическими успехами БРИКС, и на основе этого даже думает о вот этой самой конвергенции, не знаю, больше экономической, больше политической. Но нарастает производство и индустриальное, и постиндустриальное в этих странах. По численности повторяя население, что очевидно, они больше, чем классические страны Запада. Соответственно, просто нужно производить больше для того, чтобы столько же, сколько на Западе их люди имели машин, домов, квартир и всего остального. Ну и вот, и что к середине века, к чему это поведет? Что США, Великобритания, Франция, Германия в экономических карликов превратятся, а мировую конъюнктуру будут диктовать, несмотря на то, что, как было сказано, бухгалтерия и дирекции находятся там в Лондоне, в Вашингтоне, будут диктовать все равно там… Да, и научно-исследовательская лаборатория тоже. Да, да, да. Ну, вот здесь, может быть, я не полностью соглашусь с Оскаром Акаевичем, но вот у нас есть предположение, что все-таки не обязательно этот процесс будет идти гладко, вплоть до 50-го года. Откаты вполне возможны, кратковременные, относительно кратковременные. Что касается инновационной активности, ситуация все-таки достаточно резко изменилась, но у нас изменилась специфическим образом. Сейчас больше половины патентов на изобретение в мире выдается в Восточной Азии. То есть это Китай, Корея, Япония вместе взятые, они очень заметно обгоняют Запад, классический Запад. То есть Китай – это уже не только потребитель готовых технологий, Китай, скажем, стал мощным производителем. Уже технологии, ну, нанотехнологии – это классический пример. Ну, когда мы говорим о БРИКС, конечно, я полностью солидарен с Георгием Толарая. Это прежде всего геополитический проект, это объединение представителей пяти цивилизаций, проживающих на четырех континентах. Вот. И этот проект, конечно, нацелен на то, чтобы в 21 веке появилось новое, более справедливое мировое сообщество, новый, более гармоничный миропорядок. Я считаю, что это, конечно, главная цель. И я убежден, что страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в повышении эффективности, справедливости, глобального управления. Вот сейчас мы переживаем много кризисов сразу, но ключевой кризис, я считаю, это кризис глобального управления. Вот. После Второй мировой войны западные страны, в общем-то, демонстрировали такое эффективное и относительно справедливое управление. И здесь Руслан Семенович очень правильно заметил, благодаря этому появилась возможность для развивающихся стран как-то начать процесс конвергенции. Вот. А потом оно нарастало. Но сегодня мы видим последние десятилетия глобального управления со стороны Запада. Оно стало разрушительным в значительной мере. Оно стало малоэффективным, что как раз привело к тяжелому кризису 2008-2009 года. Поэтому вот огромная надежда мирового сообщества на то, что страны БРИКС могут повлиять через консолидированную позицию в Ж-20, в мировом правительстве новом. И повлиять в направлении как раз формирования справедливого, эффективного, глобального регулирования. Это, мне кажется, чрезвычайно важно. Когда итогом этого должно быть расширение постоянных членов Совета Безопасности, нынешняя пятерка и страны БРИКС? Тем более, что там есть совпадающие уже? В принципе, если бы произошла реформа Совета Безопасности и представительство развивающегося мира расширилось, конечно, это было бы хорошо. Но я думаю, что это, наверное, все-таки в дальней перспективе произойдет. Потому что только противоречий много. Одни против европейских, западных стран, которые стремятся в Совет Безопасности, другие против латиноамериканских и других стран. Существуют мировые экономические олигархи, а отсюда идет и политическая их власть. Тот, у кого миллиард долларов, он все равно политически мощнее, чем тот, у кого даже миллион, не говоря же, у кого просто тысяча. То есть было там 5-7 олигархов мировых. Вот большая семерка. Теперь со странами БРИКС их станет 15. Ну и что? Что изменится принципиально? Я думаю, что есть понятие финансовой олигархии, куда не входят представители стран БРИКС пока. Это, в мое представление, отрицательный феномен для мира. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что вот... Я не знаю, что будет через 50 лет. Понятно, что, как китайцы говорят, путь с вершины ведет только вниз. Понятно, что евроатлантическая цивилизация начинает медленный путь. Ну, всегда герои устают. Это понятно. Но я не хотел бы далеко заглядывать. Смотрите, сейчас мы живем в очень тревожном мире. В очень тревожном мире. Потому что был какой-то порядок, когда СССР и США командовали миром. Был развивающийся большой мир, мы за него боролись. Потом был однополярный мир, когда мы исчезли, как главные игроки. А теперь, похоже... Мы все мечтаем о многополярном мире, да, где все справедливо, честно, хорошие правила. Но такого не бывает? Но такого нет. И поэтому мой друг, директор института США и Канады, Сергей Рогов, как сказал, что есть большая опасность многополярный хаос в пасть. Ну, ему как директору такого института сам Бог велел беспокоиться. И вот в этой... И когда мы говорим о роли Брикс, мне кажется, исключительно важная роль была бы его вот интеллигентно и более-менее цивилизованно ограничивать монополию уходящей евроатлантической цивилизации. Мне кажется, это очень важно. Но надо помнить, что Брикс это никакой не блок. Это не экономический блок, не политический блок. Это что-то пока достаточно аморфное. Но ясно, что в 20-х, о которых говорил президент Акаев, вот очень важная роль там Брикса принадлежит. Мне кажется, что у нас есть большие возможности свою повестку дня предлагать для формирования механизмов. Ещё мы пока не знаем. Мы не можем понять, как это может мир управляться, глобальное управление. Мы живём в большой деревне, но сельсовета нету. Нету сельсовета. А Вашингтонск? Нет, Вашингтон заканчивается. Его эра заканчивается. Это староста, это не сельсовет. Да, и сегодня видно, что это староста он не может решать. Это видно по Ливии, по Ираку. И шериф. Даже исламское государство, это же смешно, что они хотят с помощью только воздушных этих дронов там бороться. Это понятно, что это очень сложная ситуация. Они слабы становятся с точки зрения управления миром. Да, пожалуйста. Три момента. Во-первых, хотелось бы сказать, что я, хоть и экономист по образованию, но против того, когда обожевшляется цифра. Я не могу себе представить, вот честно скажу, что в 50-м году уровень жизни в Китае и в Индии был бы такой же, или, допустим, в два раза ниже, чем в Штатах. Планета не выдержит, если в каждом китайском большом доме будет три холодильника, четыре машины и так далее. То, что сейчас вот как живут американцы. То есть вот эта модель, я считаю, которая есть сегодня, она экологически, к счастью, к сожалению, невозможна. То есть страны БРИКС как раз, на мой взгляд, должны предложить, может быть, некую новую модель потребления. Производство и потребление. Если вообще не новая модель стратегии социально-экономического развития. Второе. Суть БРИКС не столько в достижении, скажем, этого уровня потребления или этого уровня экономики. Или даже переноса технологических моторов изобретения инноваций на Восток. Его задача в том, чтобы, как союз межцивилизационный, то есть союз, как правильно говорил Астарагаевич, конечно, что он должен предложить новые правила игры, более равноправные. Поскольку между этими и цивилизациями, и странами противоречит очень много. И третий момент это о роли России, о том, какую роль мы можем сыграть БРИКС, тема большая. Но я просто затрону один момент. В общем-то, сама идея России родилась именно в нашей мысли. Ну, я сошлюсь на Примакова, треугольник знаменитый, вот этот межцивилизационный, и на российско-китайский диалог. И на Китай-Россия. Да, да. И на российско-китайский диалог. Вот из этой оси во многом эти идеи-то и выросли, и сейчас реализуются. Ну, и я буду откровенным. Мы, благодаря БРИКС, мы уходим от мира G2, от мира противостояния двух полюсов силы. Я имею в виду США и Китай, что американцы предлагали Пекину, а Пекин отказался. Китай отказался и не хотел это делать. И очень хорошо, что возникла идея БРИКС, для того, чтобы Китай все-таки мировые дела ни в какой перспективе решал не в одностороннем порядке, а все-таки имея уже сейчас, еще пока это не произошло, имея некий механизм, в рамках которого эти решения реально согласовать. В рамках ООН, в 170 государств, ничего согласовать нельзя. Все равно должен быть некая группа людей, лидеров, 5-7, не больше, которые что-то могут решить. Да, Владимир Владимирович. Значит, Латинская Америка представлена в БРИКС самой крупной державой. Это Бразилия 200 миллионов человек. У них очень интересная система управления. К вопросу о демократизации, их власти очень умеют нынешние, вот последние 12 лет, умеют слушать свое население. Бразилия придает большое значение развитию не только университетского образования, но всех уровней. Это вселяет определенные надежды. Здравоохранение развивается. В этом плане Бразилия страна, на которую нужно смотреть нам. Мы всегда учили весь мир, как жить на свете, да? Потом стали очень активно учиться, но не у тех, как выяснилось, да? А вот Бразилия, Индия, Китай – это страны, у кого можно что-то взять в смысле опыта по пути развития собственных социальных и экономических дел. Что касается потребления, я бы хотел сказать, ограничивать потребление. Но попробуйте это сделать, во-первых. Как вы это ограничите, да? Значит, что касается, скажем, потребления растущего не только энергетических ресурсов, но и просто продуктов, питания. Я слышал несколько раз от западных коллег такую шутку. Вы знаете, спрашивает один другого, когда наступит конец света? Когда? Когда китайцы перестанут есть рис палочками и начнут его есть ложками. И это я в советское время еще слышал. Это, да, но тем не менее, это актуальная вещь. Но в этом плане очень интересен союз, скажем, внутри БРИКС, Китай, Латинская Америка. Китай большое количество продовольствий закупает в Латинской Америке. И есть очень хорошие технологии по этому производству. Скажем, в Аргентине есть хорошие технологии производства пшеницы, хранения и переработки ее. И уже мы берем этот опыт. Как в свое время поселенцы из России, правда это были немцы, по-боже, в Аргентину приносили русские технологии производства продовольствия того же зерна. Но это помимо БРИКС могло бы идти, да, шло бы, а вот... А дело в том, что еще если говорить о реформе ООН и о прочих вещах. Давайте вспомним, что Совет Безопасности организовали к державе-победительнице Второй мировой войны. Я бы не хотел, чтобы мы развязали Третью мировую войну, чтобы реформировать Совет Безопасности ООН. Не обязательно путем войны? Не обязательно, но опыт показывает, что наиболее эффективный способ создать клуб управлителей миром, это клуб победителей в войне. Вот я не совсем понимаю, я знаю, какие у нас отношения с Индией, с Китаем, и даже давние, даже там с Бразилией представляют. Вот я знаю одно, что была большая семерка, куда замаливали Россию, не важно по каким причинам. Она туда пришла, все было вроде нормально, потом Россия стала делать, либо говорить, либо говорить, делать то, что остальным членам не нравится, и сказали, мы тебя исключаем. А вот есть страны Брикс, куда, во-первых, Россия, большую семерку Россия не была среди основателей, здесь среди основателей представлены все континенты, кстати, представлены разные цивилизации, не только вот эта европейская. Это какой-то более такой... Да, и вот эта нарастающая экономическая мощь. Я в этом смысле совсем не против, если мирным путем власть в мире, пусть Центр Безопасности пока остается, как он был, постоянный член, а тем больше штаб России, ничего страшного. Если власть в мире перейдет экономически к этой Брикс, вот это же может быть. Мне кажется, решающую роль играет именно политическая составляющая Брикс, потому что страны понимают, что в одиночку они не смогут потеснить теперешних лидеров, а вместе смогут. И в разнообразных проблемах, конфликтах они не всегда будут выступать единым фронтом, это совершенно очевидно, потому что никто не хочет ссориться ни с кем, тем более с Америкой там. Но проявлять, так сказать, солидарность в самых основных проблемах современности, я думаю, это очень ясная задача для Брикс, мне кажется. Можно вот по поводу структуры управления упомянуть. Ну, собственно, у Брикс есть два пути. Либо создавать параллельные структуры управления, попытка чего уже принято, допустим, в создании нового банка развития. Либо пытаться встроиться в существующие структуры управления, приобретя в них больше вес. Эта попытка не удается. Третий путь – создавать не альтернативную структуру глобального управления, а заполнять те ниши, изобретать те ниши, в которых не работает старая структура управления. Вот это путь такой симбиозы, он наиболее эффективный, наиболее мирный, конструктивный. Поскольку, действительно, раньше проблемы противоречия между восходящими державами и нисходящими во всю историю человечества решились войной. Сейчас, сознательно, я считаю, Брикс – это попытка решать его за переговором с Толом. Если бы добавить в состав Брикс исламскую составляющую и вырвать это знамя у джихадистов, дать его в руки все-таки более умеренных исламистов, это было бы большим достижением. Поэтому я уже несколько лет активно пропагандирую включение Индонезии в Брикс. Это очень правильно. Вот я хотел бы продолжить эту мысль. Брикс должен предложить мировому сообществу новый набор этических ценностей. Я считаю, что это правильно. Это абсолютно правильно. И Брикс, конечно, является сегодня такой существенной силой, балансирующей именно. Я вот поддерживаю... Нас как ощущаете? Включая такую, что если у тебя три холодильника, а у него ни одного, отдай два той и той семье. Это тоже новая цена. Мы не хотим играть с нулевой суммой. Все должны выиграть. Я должен сказать, что Брикс мы не должны противопоставлять западному миру. То есть это не должно строиться, построение нового миропорядка на основе конфликтов, конфронтации. Напротив, вот привлекательность Брикс в том, что она вот за счет консолидированной позиции может изменить ситуацию в лучшую сторону, в Ж-20, в Организации Объединенных Наций. Потому что вот если присоединится Индонезия, если присоединятся страны-представители буддийской цивилизации, арабской, то есть это большинство локальных цивилизаций и существенная часть мирового сообщества. Это будет самая представительная сила, я думаю. Вот мне думается, какой могли бы вклад позитивный внести страны Брикс в ближайшие 10 лет. Это сформулировать Брикс-консенсус, то есть сделать для развивающих стран 21 век более справедливым, более гуманным, способствовать уменьшению бедности, нищеты и так далее. И тогда, я убежден, мир потихоньку начал бы... Ну и Руслан Семенович прав. Вот на момент, пока вот нисходящая западная цивилизация, она будет бороться за свое лидерство и может использовать жесткую силу, Брикс должен выступать балансиром. Да, кстати, к этому добавил бы доминирование реального международного права. Это тоже могло быть очень важной задачей Брикс. Да, Андрей Витальевич сейчас вот. Да, я просто хотел сделать комментарий, который вот как раз вот наша группа с Оскаром Акавичем могла бы, может, здесь довольно много чего прояснить. Дело в том, что когда мы в 2008 году начинали работать в рамках нашего проекта, вот мы исходили из тех же посылок, про которые были проговорены вами, то есть, что действительно невозможно, чтобы в Китае был хотя бы уровень 1-2 штатов, что тогда начнутся, скажем, ресурсные ограничения, что в принципе такое, ну либо делиться, либо что-то еще, что если начинаешь просчитывать вот реально по цифрам, ну вот знаете, вот хотите вертикать нет, можно спокойно вывести Китай на 1-2 потребления штатов, и экологической атастрофы не будут. Это математика такая чистая. Да, математика это хорошо, но вот в Пекине вы давно бывали, то есть смог страшный, смог страшный, смог нету. И нужен новый способ производства. Я хотел сказать о том, что в рамках созданного учеными по поручению лидеров стран Совета экспертных центров, в котором мы участвуем от России, вот здесь сейчас сидят члены нашего национального комитета, мы разрабатываем долгосрочную стратегию БРИКС. Она состоит из пяти столпов, как говорится, так называются столпы. Это политическая безопасность, это экономика, финансы, социальное развитие, это инновации и межцентрализационный обмен. И вот в рамках этой разработки мы сейчас ведем с коллегами разговор, в том, что касается политики безопасности, приходим к мысли, что все-таки одной мягкой силы мало будет, что необходимо, в общем, иметь... Вооруженную силу, настоящую. Николай Литович, вы знаете, вот когда мы анализировали все эти факторы, как ни странно, оказывается, самый большой риск заложен как раз в факторе, который регулируется человеческим сообществом, политическим сообществом, это социальная поляризация. Вот это самое опасное сегодня просто неравенство в распределении доходов, концентрация доходов, она зашкаливает. И это в руках политиков, это могут решить. Очень важно, что сейчас странами БРИКС и вообще этим объединением занимается все более широкая общественность, научная у нас, да, изучает с разных сторон разные аспекты этого явления и более глубокое внимание обращается как на общие действия этой группы, так и на жизнь и развитие каждой из стран, потому что они действительно играют все большую роль на международной арене и действительно, это правильно сказано, способны мирно занять те ниши, которые еще не освоены в нашем общем для человечества развитии. И очень важно обратить внимание на то, как будут развиваться двусторонние отношения каждого члена БРИКС с этим западным сообществом, как будут развиваться отношения между странами БРИКС, они еще далеко не едины, у них есть масса возможностей для конфликтов. Я вот считаю, что, я так понимаю, что все согласны, что экономическая мощь БРИКС в целом, стран БРИКС растет, никто это под сомнение не ставит, финансовая, непонятно, к ней прицепится ли в ближайшее время, но вот относительно политических перспектив, тут уже разные варианты высказываются, я так понимаю, что вопрос о том, а как будут реагировать страны Большой Семерки на развитие БРИКС, отдельно каждой стране, ведь могут тоже перейти, политики с санкцией, ну, не обозначенные, может быть так. Я знаю одно, что если сейчас правительство Соединенных Штатов Америки или, допустим, совместное коллективное заявление стран Большой Семерки о том, что в стране ИКС, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию, происходит что-то нехорошее, почему хорошее или нехорошее, это еще неизвестно, но говорят, что нехорошее, то правительство наших стран, общественность наших стран начинает отвечать, не соглашаться, она не может не реагировать. Я так понимаю, что если Россия и Южная Африка заявят, что в США, в каком-то штате, вот там этот Фергюсон, не так разгоняет демонстрации, то американцам плевать на наши заявления. И даже если весь БРИКС вместе так заявят. Вот мне кажется, что в тот момент, когда БРИКС будет способен делать, даже на уровне слов, заявления, которые не могут оставить без внимания, в первую очередь, вот эти страны Большой Семерки, дай бог им долгой жизни, тогда это станет реальной глобальной силой, ну и в конструктивном плане, там какие идеологические концепты предложат они миру, в том числе и тем странам. Ведь страны Запада предлагают странам, ну так называемые, развивающимся, свои варианты развития. А почему развивающиеся страны, ну как вы их называете, сейчас по традиции не могут предложить и странам Запада? Конечно. Хорошо, все-таки для нас сейчас это некая символическая группа из пяти стран, разбросанных по всему миру. И даже, там, насколько регулярно собираются лидеры БРИКС, вот я, например, не фиксирую. Не жигуру. Регулярно. Регулярно. А, ну, встреча была. О сборах, о саммитах Большой Семерки узнает весь российский народ. Все российские прессы, все российские телеканалы, ну и другие, об этом сообщают. О том, чтобы через месяц состоится, где, в каком месте показывают поместье, сколько охраны, как оградили относительно саммитов БРИКС, даже наше следствие массоинформации не подает такое значение этим саммитам. Это тоже показательно. Ну, я бы так не сказал, Виталий. И в последнее время, по-моему, очень большой интерес. Особенно вот сейчас, в Латинской Америке, в Форталезе была встреча. И в каком-то смысле... Что будет через 20 лет, ты все-таки хочешь сказать? Да, хочу сказать. И в каком-то смысле, что Семерка, что БРИКС, это не оформленные блоки. Это не интеграционный блок. Вот что, Семерка это тоже не... Это тоже, как бы, немножко метафора Запада. Место консультации. Да, такое. И точно так же и в БРИКС. Поэтому, мне кажется, что самое главное, что вот нужно использовать этот момент в 20-ке. Наша солидарность по формированию новой архитектуры международного порядка, экономического и политического, она имеет исключительно важное значение. Исключительно. И в этом смысле я на стороне БРИКС. Потому что сначала я очень скептически относился к этому. А сейчас я вижу, что это очень серьезное... Очень серьезное средство более-менее безболезненно оформить новое соотношение сил в мире. Понятно. То есть, внутри 20-ки БРИКС и Большая Семерка должны бороться... БРИКС должен бороться с Большой Семеркой за влияние внутри Большой 20-ки. Ну, если хочешь так. Значит, ну сам термин БРИКС вроде появился в 2001-м году изначально. То есть, это было, в общем, изобретение аналитиков инвестиционного банка «Голдман Сакс», которые просто обнаружили, что вот есть четыре такие страны, которые... Относительно которых были спрогнозированы очень серьезные перспективы, то, что где-то в ближайшее время эти страны начнут играть заметно большую роль, чем играли до того. Но что все-таки, кстати, показывает, что прогнозирование вещи нужное, хорошее. То есть, действительно, это был именно прогноз использования математического аппарата и так далее. Но другой момент какой, что постепенно, допустим, пришло некое парадоксальное явление по-своему, то, что изначально это было чисто механическое единство, это были четыре страны, выбранные аналитиками группы «Голдман Сакс». Но затем, при непосредственном участии российского руководства, вот появилась идея, что это было не просто некое механическое единство. Это инициатива России, причем это... Да. Ну и поэтому, в общем-то, как раз тенденция идет именно к структурированию этой группы. Она строится все более и более структурированной, все более и более оформленной, все более и более институризированной. И процесс этот, по-своему, достаточно логичный. Ну вот есть и основания утверждать, что в ближайшие годы он будет продолжаться. Да. Паскар, конечно, хорошо. Ну, я убежден, что БРИКС будет двигаться по пути институционализации, поскольку уже создан банк, банк уже создан, есть уже один институт. Вот. Я также убежден, что БРИКС будет расширяться. Конечно, будет... Вот если брать экономическую сторону, то буквально в ближайшие 3-4 года по экономическому потенциалу БРИКС сравняется и превзойдет G7. А к 30-му году, к 30-му году, страны БРИКС по геополитическому потенциалу, который учитывает экономическую мощь, политический вес, технологическую составляющую, уже превзойдет G7. Наверняка. И я убежден, что... Ведь Китай открыл миру порох, Китай дал бумагу, в которой пользуемся уже сколько тысячи лет. Китай много инноваций в свое время создал. А сейчас вот это объединение БРИКС, оно происходит по объективным законам, потому что есть такой закон исторического маятника. Когда-то центр прогресса находился на востоке. Вот 300-250 лет назад он качнулся на запад. Технологического процесса. Теперь этот маятник, он стремительно движется на восток. Георгий Таидович. Два момента. БРИКСу, в общем-то, всего 6 лет как процессу реальному. Но не надо забывать о том, что сначала идет быстрое развитие, а потом более медленное. БРИКС, само по себе слово, продукт интеллектуальный. То есть сначала было слово, а потом появилось явление. Потом появился этот феномен. Всякое названное существует. Но куда двигаться дальше БРИКСу? БРИКСу много споров, много даже непонимания. Я бы призвал к созданию такого рода клуба мудрецов, из ведущих, не побоюсь этого слова, мыслителей, стран БРИКС, чтобы придумать, выработать некую концепцию развития человечества с точки зрения стран БРИКС. Это первый момент. А второй момент, это то, что, хотя БРИКС и его страны являются приближенцами международного права, но права международного как такового сегодня, по-моему, уже не существует. Право – это то, что может быть защищено и принуждением реализовано. Механизма реализации международного права нет, его поэтому как такового сейчас нет. Так вот, БРИКС должен создать такой механизм. Мало того, что он должен преобразовать это право, он должен иметь механизм, который позволил бы принятые правила соблюдать их инфорс, как говорится, то есть их заставлять соблюдать. И третий момент один, да, маленький, по поводу расширения БРИКСа. Закон Паркинсон гласит, что когда более семи членов в комитете, начинаются фракции и начинается разделение. Поэтому я бы вот гарантировался таким числом, пускай не будет другим обидно. Остальные страны должны быть в качестве наблюдателей, партнеров по диалогу, аутрич механизм, то есть привлечение стран и регионов, в которых каждый из стран БРИКС главенствует. Но все-таки эта группа, к сожалению, по законам природы, должна быть несколько эксклюзивной. Абсолютно. Хорошо, сейчас проголосуем и примем. Я бы хотел обратить внимание, коль скоро речь зашла о том, что БРИКС – это творение интеллекта. БРИКС по-английски – это кирпичи. Я думаю, что есть все основания считать, что из этих кирпичей можно сложить нечто положительное для развития человечества в экономическом, политическом и прочих планах на ближайшие десятилетия. К чему это приведет, сказать сейчас трудно. Правда, чем дальше мы от года прогноза, там, 50-60-е, тем безответственнее наши прогнозы. С нас не спросишь потом. Но вот эти кирпичи, если они окажутся в руках умелых каменщиков, а также те, кто будут работать над раствором, подносить эти кирпичи, могут быть хорошей основой для нового миропорядка. Понятно, спасибо. Ну, я завершаю наш разговор сегодня. В экономических успехах и перспективах БРИКС никто не сомневается. Относительно всего остального я все-таки поддерживаюсь того, что сказал. Как только заявление БРИКС по поводу положения в каком-нибудь штате США, в провинции канадской или в земле Федеративной Республики Германии будет внимательно и моментально прочитываться руководителями этих стран и народами этих стран, Это значит, БРИКС стал глобальной силой, конечно, позитивной, с участием России никакой иной и не может быть. Спасибо. До новых встреч в программе «Что делать?». Субтитры создавал DimaTorzok